Игорь Прокопенко Эти парни выбрали весьма оригинальный. Они считают, что президент США Барак Обама, он же верховный главнокомандующий, избран незаконно. И если они станут выполнять его приказы, то превратятся в военных преступников. А все дело в тайне рождения первого чернокожего президента. Ходят упорные слухи о том, что Обама родился не в США, а в Кении. А президентом страны может быть только гражданин по рождению. Подробности этой запутанной истории в нашем репортаже из США. Это Стефан Кук, гражданин США из штата Флорида. В 80-е годы он был кадровым военным и проходил службу в сухопутных войсках США. В начале 90-х майора Стефана Кука отправили в резерв. На гражданке бывший военный закончил технический университет и стал инженером. В июне 2009 года бывшему сухопутчику Куку пришла повестка. Явиться на действительную военную службу для отправки в Афганистан. Но подчиниться приказу майор Кук отказался. Ведь приказ этот, по его мнению, недействительный. Потому что верховный главнокомандующий президент Обама избран незаконно. А значит и приказы его незаконные. Если я стану исполнять нелегитимные приказы, что тогда? Я могу попасть под суд военного трибунала. А если меня захватят в плен, то я не попадаю под защиту Женевской конвенции. Стефан Кук является майором. И он уже служил в Афганистане, он служил в Центральной Америке. Он написал мне о том, что он бы хотел, чтобы я его представляла. Орли Тайтс адвокат честной практики города Лос-Анджелес. Именно она представляет интересы вот уже двухсот военных, которые не желают подчиниться приказам верховного главнокомандующего Обамы. Вместе со своими друзьями, отставными сыщиками из Котланд-Ярда, она провела независимое расследование. И утверждает, что Барак Хусейн Обама самозванец. А вот и главное доказательство. Якобы подлинное свидетельство о рождении. Как утверждает Орли Тайтс, этот документ ей удалось раздобыть в Кении. В нем четко написано. Младенец Барак Хусейн Обама родился 4 августа 1961 года в Кении. По американским законам это означает только одно. Обама не может быть президентом страны. Ведь согласно Конституции США, высший пост в стране может занимать только коренной житель Америки. То есть тот, кто в ней родился. А значит, все приказы, указы и распоряжения недействительны. Проблема в том, что нет удостоверения, нет свидетельства о рождении, которое было выдано Обаме в 1961 году. Все, что Обама показывает публике, это удостоверение, которое было сделано, копия, которое было сделано в 2007 году, когда он начал баллотироваться. Свидетельство 2007 года, о котором говорит адвокат, это тот документ, который был обнародован прямо перед началом предвыборной гонки. В нем написано. Барак Хусейн Обама родился 4 августа 1961 года на Гавайях. Гавайи – это один из штатов США. Раз так, значит, Обама может баллотироваться в президенты. Но, по мнению Орли, это публичное свидетельство просто подделка. Настоящий же документ хранится в Кении. Чтобы выяснить правду, адвокат Тайц в рамках дела майора Стефана Кука попросила суд отправить запрос в Кению и подвергнуть документы президента Обамы экспертизе. Вместо этого судья вынес странное решение – отменить мобилизацию майора Кука. Его указ отправляться в Афганистан был изменен. И мы получили новый указ, который говорил – вы не должны идти в Афганистан. Пока адвокат Орли Тайц занималась проверкой документов Барака Обамы, ей удалось выяснить еще более шокирующие вещи. Оказалось, что у Барака Обамы несколько десятков поддельных удостоверений. И мы нашли в датабазах, известных датабазах, которыми пользуются адвокаты и расследователи, 140 различных адресов по всей Америке, которые были связаны с именем Барака Обама, Берри Обама, Мишел Обама. Мы нашли, что удостоверение личности, которым он пользуется, было выдано человеку, которому сегодня было бы 120 лет. Пытаясь найти справедливость в самой демократичной стране мира, инициативная группа американских военных попыталась обратиться в средства массовой информации. Но, к их удивлению, даже оппозиционные газеты и телеканалы отказались делать репортажи на тему нелегитимности Барака Обамы. Они считают, что так происходит, потому что американскую оппозицию спонсирует исламский мир, который и привел Обаму к власти. Почему даже Fox News отказывается обсуждать этот вопрос, проблему легитимности? Fox News, как вы знаете, частично принадлежит Саудовской Аравии и подвержена значительному влиянию со стороны мусульман. И поскольку Обама мусульманин, это было подтверждено, налицо большой обман. Мил Тернер тоже военный, правда бывший. Он майор в отставке. 20 лет назад Тернер служил в ВВС США и был военным летчиком. По его словам, президент Барак Обама мусульманин. Хотя официально заявляет, что христианин. А доказательство поклон, который он сделал королю Саудовской Аравии Абдуле II во время своего визита в эту страну в январе 2009-го. Это опять-таки неслыханно, чтобы президент Соединенных Штатов Америки шел с поклоном королю. И тем более королю Саудовской Аравии, где есть, конечно, вы знаете, террористы. И как вы знаете, из 11 террористов, которые разрушили здания в World Trade Center, большинство были гражданами Саудовской Аравии. Для США, страны, которая пережила теракт 11 сентября, принадлежность президента к исламу вопрос очень болезненный. Именно поэтому противники Обамы пытаются найти все новые доказательства того, что на самом деле он исповедует ислам. Известный глава Бруклин Бэрроу. И он сказал в интервью, и это интервью было на YouTube, что к нему пришел Аль-Мансур, который является известным главой радикального мусульманского движения в Америке. И он попросил Порси Садмин дать Бараке Обаму бумагу, которая говорит о том, что он его поддерживает как кандидата в Гарвардский университет. И при этом разговоре Аль-Мансур заявил, что королевская семья Саудовской Аравии поддерживает Обаму и поддерживает его в финансовом отношении. В начале января 2009 года Кандализа Ресс объявила, что кто-то пытался проникнуть в базу данных Государственного департамента США и скопировать паспортные данные Хиллари Клинтон, Джона Маккейна и Барака Обамы. Через несколько месяцев газета Вашингтон Таймс рассказала о первых результатах расследования. ФБР установило подозреваемого. Им оказался американский военный, 24-летний Хилл Келлерис. Он согласился сотрудничать со следствием и дать всю информацию, которая у него есть. Правда, уголовное дело пришлось закрыть. Хилла Келлериса нашли убитым в собственном офисе. Противники Обамы считают, что это убийство не было простым совпадением. Это было нужно, чтобы добыть паспортные данные Барака Обамы, потому что это бы еще раз доказало его нелегитимность. Человек, который участвовал в этом, Келлерис, его убили. Его убили в одном из офисов. И это преступление никогда не будет раскрыто. Через две недели, 14 декабря, в США состоится один из самых громких процессов, касающихся законности избрания президента Обамы. Причем суд этот будет не гражданским, а военным. Он будет слушать дело вот этого человека. Подполковника Терри Лакина, который, в отличие от остальных военных, не в резерве, а на действительной военной службе. Подполковник Терри Лакин, военный врач. Он служит в американской армии вот уже 18 лет и имеет немало медалей и орденов. Он отказывается выполнять приказ и ехать в повторную командировку в Афганистан. Впервые за время моего служения великой нации, а также моей карьере и будущему, я вынужден игнорировать все приказы Верховного Главнокомандующего и даже те, которые касаются моей уже повторной командировки в Афганистан. Надо сказать, что попытки усомниться в происхождении Обамы уже вышли боком некоторым американским журналистам, рискнувшим поднять щекотливую тему в прессе. Эти смельчаки оказались без работы. Не наше, конечно, дело советовать, но чтобы прекратить злостные инсинуации и вывести уклонистов на чистую воду, достаточно всего-то предъявить американской общественности свидетельство о рождении. Но вместо этого Обама почему-то поступает совсем не по-американски. Он делает вид, что ничего не происходит. Кстати, совпадение это или нет, но уже несколько военнослужащих, связанных с этой историей, неожиданно скончались. Кто-то от сердечного приступа, кто-то от нападения хулиганов, а кто-то в автомобильной катастрофе. Несколько людей, которые не хотят disclosed правду, это люди, которые уничтожили. Субтитры создавал DimaTorzok